Эта аудиокнига записана при поддержке сайта Книга в Ухе и литературного клуба Мракопедии Носферату Ктулху и Ко. Девушки отдыхают. Хотелось поскорее избавиться от Ноши, но та была слишком ценной. Выискав калитку, подошёл к ней и не церемонясь и застучал по двери. «Кто таков?» На уровне головы приоткрылось небольшое окошко. Из-за него на меня зыркнули чьи-то глаза. «Ходящий», – ответил я. «Открывай, устал уже». «Ага, сейчас», – усмехнулся с той стороны обладатель колючего взгляда. «Ходящий, говоришь? Ну и ходи себе. К нам-то на кой хрен полез?» И гоготнул над собственной шуткой. «Ладно, видимо, они впрямь настолько недружелюбные». «Смотри», – терпеливо снял я рюкзак с плеч и, с трудом удерживая на весу, приоткрыл главное отделение. Оттуда показались консервы в несметном количестве, перемежающиеся с пачками сигарет. Глаза по ту сторону загорелись интересом. «Ты... нам?» Казалось, мужчина на секунду позабыл, как дышать. «Чем больше ты меня тут держишь, тем меньше шанс, что вам. Открывай». Тот что-то буркнул себе под нос и закрыл окошко. Но я не прогадал. Уже спустя несколько секунд по ту сторону двери послышался лязг, и она, наконец, приоткрылась. Многодворье подчиняется своим инструкциям. И одна из таких гласит, что если не можешь завоевать доверие жителей двора, просто купи его. За всю мою жизнь это правило не подводило меня ни разу. Тем временем двери распахнулись полностью. Из проема на меня смотрел почти что старик. Редкие седые волосы, зачесанные назад. Все тот же колючий взгляд, да лицо испещренное морщинами. Странные у них люди на охране двора. Если ведь кто и нападет, он еле даст отпор. Будто прочтя мои мысли, старик достал из-за спины деревянную дубину. И не слишком приветливо помахав ею, все же пригласил меня войти внутрь. «Ну что делишься? Входи уже, раз пришел. Наш двор всегда рад таким». «Каким таким?» Спросил я, усмехнувшись про себя и заранее зная ответ. Но тем не менее вошел внутрь. «С припасами. Сам понимаешь, все и так заняты. Порой жрать нечего, а работа на месте не стоит. Оно вон как. И скотинку из той, что осталось, покорми. Да в сквер выгуляй. А то только под сопровождением. Оно же ж никогда не знаешь, что там. Да и потом. Посади, полей, собери. Кого чему научи». Старик ударился в бубнё, шпану разокрывая дверь. Но я уже почти не слушал. Я лишь охватывал взглядом очередной такой похожий и непохожий на встречавшиеся мне ранее одновременно 142-й двор. А еще у нас пару людей терялось, когда за припасами в дальние дворы выбирались. «Главный где?» Перебил я старика. «Веди». Тот взглянул на меня, но, усмехнувшись, пошел вперед, кивком головы пригласив за ним. «Роман? Ходящий, говоришь? Сколько уже посетил?» Прохор Витальевич, мужчина средних лет, с бритой на лысо головой, с энтузиазмом распечатывал одну из пачек сигарет, которую я достал из рюкзака. Мы сидели на кухне 45-й квартиры на четвертом этаже. Вероятнее всего, ему, как главе дворового поселения, были выделены и другие помещения на пролёте. «Несколько десятков за этот выход. Обычно потом оседаю в дворах в пределах сотни. Там, где успел, обрасти знакомствами». «Ох ты ж!» – улыбнулся он и, пошарив в одном из сервантов, достал оттуда спички. Чиркнул, поджег сигарету и с чувством выдохнул дым. «Ты уж, прости, дней так пятьдесят не курил. Дефицит, сам понимаешь. И как оно, жизнью в пределах сотни?» «Есть что интересное?» «Всё как у вас». Я решил не оставаться в стороне и, выудив из пачки сигарету, тоже подкурил её. Прохор тем временем открыл форточку. Теперь дым сизой струйкой струился в сторону окна. Где-то налажено хозяйство, где-то всё побросали. У кого-то свет пропал, вынуждены были переселяться, ибо мастера можно найти только в пределах десятки. А без света долго не протянешь. «Ужас какой!» Вздохнул Прохор. «Мы вот всем своим давно уже сказали лишний раз ничего не трогать. А то будет ещё такая же катастрофа. А у меня тут сам, наверное, видел людей много. Пускай не лучше всех расположены, но живём мы вполне хорошо. Ты не думай». Начал он жестикулировать вдобавок к повышенному тону. «Да вижу». Улыбнулся. «А к нам-то какими судьбами?» Докурил он и аккуратно затушил бычок облюдца, стоящие на столе, при этом хитро взглянув на меня. «Ты учти, нам поделиться особо-то нечем. Мы сами концы иногда сводим. Ну, то есть, на жизнь хватает, но не чтобы прям делиться направо-налево». «Да расслабьтесь». Успокоил я его и тоже затушил сигарету, не выкурив и половины. «В целом, курить в мире, где от тебя требуется быстро бегать – глупость. Так что для поддержания разговора хватит и пары затяжек. Я тут проходом. Просто решил несколько дней отдохнуть. Дальше двину в район 189-го. Говорят, один из старых дворов. Ещё могли остаться припасы». «Ну, раз проходом, то всегда милости просим». Улыбнулся мне Прохор, разглядывая едва тронутую мной сигарету. «А её я бы докурил». «Расточительностью заниматься не стоит. Дефицит же, сами понимаете». «Да что-то не тянет. Можете выделить спальное место?» «Конечно, друг мой, конечно!» Воскликнул он более эмоционально, чем нужно. И пошёл к выходу из квартиры. Открыл дверь и, судя по стуку в другую, вышел напролёт. «Маша, определи человека в свободную квартиру. Всё по высшему разряду. Он нам провианта принёс». Я лишь слегка улыбнулся и посмотрел в окно на надвигающийся закат. «Двое солнце не встречалось мне уже с тридцатых дней. Неужели затихло?» «Да нет. Быть такого не может. Ещё одно правило многодворья. Ты должен всегда быть готовым к приходу второго солнца. Абсолютно всегда. Даже тогда, когда, казалось бы, его появление невозможно. Ступайте в 42-й этажом ниже. Вам там постелят». Прохор вошёл в комнату, оторвав меня от размышлений. «А так всегда рады. Можете оставаться, пока не надоест». «Спасибо». Пожал ему руку и, накидывая уже ощутимо полегчавший рюкзак на плечи, пошёл по направлению к выходу из квартиры. За спиной услышал чирканье спички. Уверен, Прохор решил докурить мою сигарету. В 42-й было пусто, но убрано. Видимо, хоть и жили в ней редко, но за порядком присматривали. Тем лучше. Я обошёл все комнаты в сгущающихся сумерках. Осмотрел на предмет чего-то необычного. Но нет, простая квартира, как и в любой из пятиэтажек. Свет включать не стал. Лишнее расточительство. Как сказал Прохор, и правда ни к чему. Да и не хотелось привлекать внимание тех, кто ещё работает и просто находится во дворе. В целом, местные жители и так кидали мне в спину подозрительные взгляды. Так что пользоваться их светом будет весьма неразумно. Рюкзак засунул под кровать, предварительно выудив из него самодельный нож. Положил его под подушку. Всё согласно инструкции выживания в этом мире. Всегда нужно быть настороже. Ведь двое солнца – это лишь малая часть из того, что может случиться с человеком на территории дворов. Особенно если он сам по себе, и искать его никто не будет. Раздеваться не стал. Лёг на постель, даже не расстилая её. Прямо в одежде. Если случится что-то внезапное, нужно быть готовым противостоять этому. И лишние секунды на то, чтобы одеться, могут стоить жизни. Полежал с полчаса, прислушиваясь к ночным звукам за окном. Сон всё никак не шёл. Уже было подумал отвернуться к стене, как вдруг услышал с улицы скрип массивной подъездной двери. Кто-то, судя по всему, вышел наружу. Скорее всего, один из ночных патрульных двора. А может... Любопытство напрочь убило все остатки сна, и я, тихо встав с кровати, подошёл к окну. Аккуратно выглянул во двор, не показываясь в полный рост. Рядом с одной из хозпостроек маячило пламя свечи. Несколько тёмных фигур шли посреди ночи, стараясь и не шуметь, и, видимо, о чём-то говоря между собой. Наконец, одна за другой они вошли внутрь. Последней из них со свечой оглядела двор и окна на предмет посторонних глаз. И только после этого закрыла за собой дверь. Я ещё несколько минут поглядел на ночной двор, но больше ничего не происходило. Вернувшись к кровати, лёг, и уже через некоторое время всё-таки уснул, поглощённый своими мыслями. Встал я, когда солнце было в зените. Выглянул в окно, уже не скрываясь. Кто-то во дворе доил корову, некоторые копались вокруг грядок. В углу двора стоял уже знакомый мне старик, разговаривая с каким-то мужчиной. Всё мирно и спокойно. Позавтракав банкой консервированной рыбы, я вышел на улицу. Местные жители сновали тут и там, занимаясь своими делами. На меня посматривали лишь изредка, причём с явной опаской. Судя по всему, чужаки в их двор заглядывали нечасто. О, проснулся. Откуда-то с улыбкой подошёл ко мне Прохор. Ты, если чего, не стесняйся. Можешь либо нашим подсобить в работе, либо своими делами заняться. У нас тут люди дружные, пускай и переселенцы все в основном. «Переселенцы?» Переспросил я, пока он доставал из кармана пачку сигарет. Чувствую, надолго их ему не хватит. «Угу. Нас тут, в принципе, много людей после Двое Солнце понабежали в своё время. С разных дворов. Кто-то семью потерял, кто-то со своими разругался на фоне смертей. Времена тяжёлые, сам знаешь». Продолжал он, держа сигарету в зубах и стараясь поджечь её, то и дело, гаснущими спичками. Наконец, получилось, и он продолжил. «Я сам в одной из Двусолнца жену потерял. На калитке в тот день совсем её не отстоял. Провели, видать, вот и распахнул дверь, а в небо не глянул. Ну, они и проникли. О жене моей послышалось, будто мать её в дверь стучится. А сердце ж оно такое, кровью обливается. Вот и открыло. Я в тот момент с мужиками был на квартире. Мы сразу прочухали неладное. Заперлись. А как всё кончилось и вернулся, пропало. Соседка, говорит, заперлась, как в окно второе солнце увидела. Слышала лишь женский голос с лестницы. Да как Настя кричала, мол, мама, сейчас открою. А потом сгинула, и всё. Лицеут побрал небось. Но верю, конечно, в лучшее. Может, запаниковала, выбежала куда. Пади вернётся ещё. Выдохнул он. Прохор, вздрогнув от нахлынувших на него воспоминаний, затянулся несколько раз подряд. Я лишь промолчал в ответ. Не думаю, что нужно было что-то говорить в такой ситуации. Наконец, выдохнув очередной сгусток дыма, он продолжил. Вот с последним двоисолнцем несколько людей переселилось. Мальчонка лет семи даже. Но ты не думай, все у нас добрые. Просто сам знаешь, не своим порой доверять себе дороже. Мальчонка? Сам прибежал? Сами в шоке были. А глаза во, что с кулак размером. И сам ни бы, ни ме, так и говорит едва-едва. Видимо, что-то страшное у них случилось. Ну, наши женщины за ним присматривают. Молодые всегда сгодятся. А вы всех так с неохотой впускаете. Вспомнил я вчерашнюю недружелюбность старика, следящего за входом во двор. Ты про Савелия, что ли? Ну да, просто к нам без двоисолнца мало кто приходит. Вот он и напрягся. Сам знаешь, нужно всегда быть на чеку. Хохотнул он. А вообще, у нас еще... Пока Прохор продолжал рассуждать о жизни их 142-го, я размышлял над тем, как 7-летний пацан мог сам спастись от лицеудов и прибежать в этот двор. Может, и накрыло соседний? Хотя в бойне его могли и не заметить. Да и когда захочется жить, не такое сделаешь. Я, пожалуй, просто похожу. Перебил я его воодушевляющую речь. А? Да, Роман, конечно. Я, если что, у себя буду. Либо с нашими на огородах. Кивнул мне в ответ Прохор и продолжил курить, посматривая на дворовую рутину. Прогулка по двору не принесла ничего интересного. Все в основном были заняты своими делами, да и говорить со мной никто желанием не горел. Пройдясь по нему некоторое время, я уселся на лавочку у одного из подъездов. Странно, что ее до сих пор не растащили на материалы. В обустройстве дворов обычно годилось все. Внезапно ближайшая ко мне подъездная дверь приоткрылась. И из-за проема показалась голова с коричневой копной волос. Ее обладатель явно не хотел выходить, наблюдая за мной с безопасного расстояния. Судя по виду, это был мальчик. Совсем молодой. Неужели тот? А я вас в окно увидел, тихо произнес он из-за двери. Вы не отсюда. Я поначалу даже растерялся, но на секунду замешкавшись решил ответить. Да, я издалека пришел. А ты? Я тоже не отсюда. Выглянул он из-за двери уже почти целиком. Мы с папой сюда прибежали, когда мама таять начала и на бабушку напала. Папа сказал тут безопасно. Второе же солнце побрало. Видимо, это реально тот пацан, о котором говорил Прохор. Таять в этом лабиринте из дворов может только лицо улицеудов. В тот момент, когда они скидывают личину близких людей и нападают на жертв. А ты разве не один прибежал? Спросил я, но мальчик лишь помотал головой. Нет, с папой был. Потом папа ушел куда-то. Дядя Прохор говорит, он за припасами ушел, но папа у меня самый сильный. Слегка улыбнулся он. Вот теперь жду, пока папа вернется. А пока со мной тетя Наташа живет. Тебя как зовут? Сережа. А вас? Рома. Я встал с лавочки и, подойдя к двери, протянул ему руку. Он, немного подумав, протянул свою, и мы обменялись рукопожатием. Слушай, Сережа, а ты случайно не... Сережа, ну куда же ты сбегаешь раньше времени? Дверь распахнулась. С лестницы на улицу спускалась тучная женщина. Даже не остановившись, она схватила Сережу за руку и потащила вглубь дома. Сколько тебе говорить, не ходи без меня никуда. И с кем попало, не общайся. Окинула она меня пренебрежительным взглядом и потянула мальчика за собой. Тот обернулся в мою сторону, будто желая что-то сказать. Но его одернули, и он поспешно поплелся следом. Странные мысли все чаще начали закрадываться в голову. Да и разговор с Сережей посеял внутри какие-то сомнения. Но сейчас меня лишь волновал один вопрос. Что же я видел прошлой ночью? На вылазку решился исключительно с наступлением темноты. Как только луна взошла высоко над крышами панельных домов, аккуратно вышел из квартиры, стараясь не издавать лишнего шума. Взял с собой нож. Следовать правилам нужно в любой ситуации. Как можно тише я вышел из подъезда. Короткими перебежками, стараясь прятаться в особенно затемненных местах, выбрался к центру двора и украдкой направился к хоз постройке. За дощатыми стенами не было видно решительно ничего. Как назло, ночь была облачной, и луна совсем не светила. Свечек я, понятное дело, с собой не брал. Не хотелось привлекать к себе лишнего внимания. Подергав за дверь имитированного деревянного короба, та, ожидаемо, не поддалась, я решился на крайность. «Эй, есть кто?» – шепнул я в дверной проем. Тех фигур со свечками там быть не должно. До вылазки я высматривал их в окно, но кто-то другой вполне мог мне ответить. Постройка ответила тишиной. Я уже было подумал, что занимаюсь полным идиотизмом, как вдруг услышал какие-то шорохи по ту сторону, а за ними мычания. Тихие, слабые. Будто бы постройка предназначалась для издыхающей коровы, которая еле-еле может издать голос. «Ты там? Слышишь меня?» – уже чуть громче спросил я. Кто-то по ту сторону продолжал лишь мычать, но больше ничего слышно не было. Гадство. Выбивать дверь было бы слишком громко. Да и там вполне может оказаться реально умирающая скотина. Попробовать вскорырнуть ножом замок? Сомневаюсь, что что-то получится. Лезвие чересчур широкое. Так и не придумав, как открыть чертову дверь, я попытался взглянуть сквозь щель между досками вновь, но ничего помимо кромешной тьмы внутри так и не увидел. Мычания тем временем стихли. Еще немного потоптавшись на месте, я решил вернуться в квартиру. Может, попробую проникнуть сюда завтра под предлогом помощи местным? Обратно до подъезда шел все так же тихо и украдкой. Уже перед дверью показалось, будто над моим этажом шевельнулась занавеска в одном из окон. Нехорошо. Вернувшийся в квартиру сначала обошел ее в поисках посторонних, но никого не нашел. Наконец, лег на кровать. Попытался уснуть, проворочившись в постели вплоть до рассвета, но вылазка не давала покоя. Те звуки из постройки. Уж слишком они были не похожи на животные. Будто... Из полудрема меня вывел скрип входной двери. Все тело моментально напряглось, сжалось, а затем выпрямилось в едином порыве. Я аккуратно встал с кровати и подошел ко входу в комнату, встав справа от двери. В коридоре послышались тихие шаги. Я не ошибся. Кто-то действительно пришел за мной. За окном уже ощутимо рассветало, а потому темнота не должна была стать помехой. Наконец, скрываясь и действуя как можно тише, в комнату один за другим вошли трое человек. Я же оказался закрыт входной дверью, и потому меня заметили не сразу. Сбежал, сволочь. Выругался один из них. В его голосе я узнал Прохора. Макс, поищи по этажу. Ваня, пошли. Обследуешь со мной квартиру. Может, где заныкался? Один из них послушно выбежал из комнаты, так и не заметив меня, и, судя по шагам, выбежал в подъезд. Стоять тут до конца? Глупость. Найдут ведь. Нужно сыграть на неожиданности. Я явил себя резко, выйдя из-за убежища. Меня ищешь? Прохор явно был удивлен моему появлению, а потому покрепче перехватил дубину и, не задумываясь, кинулся на меня вперед. Я увернулся от его удара, но тут же пропустил удар кулаком под дых от его напарника. Дыхание сперло. Легкие будто обожгло. Краем глаза я заметил, как Прохор подходит ко мне, чтобы нанести удар дубинкой. К черту. Резко выкинул из внутреннего кармана руку с самопалом и наугад выстрелил в его сторону. Грохнуло. Уши заложило. На несколько секунд я потерялся в пространстве. Запахло гарью. Наконец, проморгавшийся, взглянул в сторону нападавших. Напарник Прохора, еще совсем молодой парень, с ужасом смотрел в мою сторону. Наверное, никогда не видел выстрелов. Я бы на его месте тоже испугался. Сам Прохор лежал на полу, воя от боли и держась за ногу. Судя по кровавому месиву, выстрел пришелся в район колена. «Вон отсюда! Слышишь меня? Вон!» Зарал я в сторону парня. Тот, недолго думая, побежал прочь из комнаты. Я закрыл за ним дверь и обернулся к главе дворового поселения. «Сволочь! Кто ты?» Лоб его покрылся испариной, и он с трудом выговаривал слова. «Специальный отдел по противоборству культу второго солнца. Двор номер семь». Отчеканил ему я и, подойдя ближе, задрал его рубаху по плечу. «На нем, как и ожидалось, были выштампированы два солнца. Чертовы культисты. Говори, что в постройке во дворе». «Там...» «Пошел к черту! Я тебе не...» «А-а-а! Сволочь! Остановись!» Я надавил рукой на рану Прохора. «Все по инструкциям. Так он точно захочет говорить». «Еще раз. Что в постройке?» «Отец там этого. Мелкого. Все так или иначе отдадим душ юдам местным. Да будут дворы жить благодатнее, коли жертва будет принесена без молвы да без перстов». Начал он спешно проговаривать свой сектантский бред, будто бы в горячке. И только в этот момент до меня дошло, кто лежал в постройке. «Вы что, ему язык отрезали, твари?» Надавил на рану еще сильнее. Прохор в ответ захрипел. «И кисти тоже небось. А, мразоты?» «Р-ритуал. Все согласно поклонению лица удам. Ты не понимаешь...» Хрипел он. «Как ты узнал, что мы тебя...» «Должностные инструкции». Отрезал я и только тогда понял, что что-то не так. Шум в ушах от выстрела не проходил. Более того, он перерастал в тихий гул. Я медленно подошел к окну и взглянул на рассветное солнце. А справа от него, вздымаясь над крышами, вставало еще одно. Начиналось двое солнце. Я услышал тихий смех позади себя. «На все воля лицеудье. Вот, видишь, как сложилось. И все как нужно. И жертва есть. И Савелий всех выпустит. Пускай и все с ангелами встретимся. Много. Много уже людо набрали. Все два солнца увидим. Все к ангелам прикоснемся. Гонцы божьи от нас уже во все дворы пошли. Говорить об ангелах. Всех не найдешь. Всех не поймаешь. Религия наша больше, чем тебе понять дано. А мы... Мы все там будем». Тихо продолжал Прохор. «Иди к черту». Только и успел ответить я, как услышал первые крики с улицы. Следом хлопнула дверь подъезда. И на лестничной площадке послышались чьи-то грузные шаги. Пора было сматываться. Я ловко подхватил рюкзак с пола и перебежал в комнату напротив спальни, притаившейся за стеной. И вовремя. Только я успел замереть, как шаги раздались уже в квартире. Кто-то прошел в комнату к Прохору. И только тогда я услышал тонкий женский голос. «Прохор, милый, вставай. Я вернулась». «Настя?» Я выглянул из своей комнаты. Еще молодая женщина наклонилась над главой двора, будто не замечая раздробленного колена. «Вставай, Прохор». Начала говорить она уже менее четко, и тут же будто стала таять на глазах. Лицеут был готов разорвать свою жертву. Ему уже не нужно было маскироваться. «Настенька». Только я услышал я, прежде чем выбежать из комнаты. Позади раздался истошный крик. Во дворе происходила настоящая бойня. Немногочисленные люди отбивались от черных, долговязых существ без лиц с подручными средствами. А те окружали их и разрывали на части. Повсюду слышались крики и хлюпающие, чавкающие звуки. Благо на меня, быстро проскочившего к другому подъезду, никто не обратил внимания. «Сережа! Сережа!» Кричал я на лестничной площадке, уже всячески наплевав на инструкции по безопасности. На втором этаже послышался скрип открываемой двери, а после топот маленьких ножек, и мальчик показался на пролёте второго этажа. «Дядь Ром! Там тетя Наташу! Это...» Он заплакал. «Знаю, Сереж. Пошли, нужно уходить». Подскочив к нему и схватив его за руку, я побежал с ним вниз, к выходу из подъезда. На улице Лицеуды уже добивали оставшихся выживших, а потому нужно было сваливать как можно скорее. Я, выругавшись, скинул рюкзак на землю и взял Сережу на руки. «Ничего не бойся, понял? Мы с тобой сейчас из двора через калитку в сквер, а там, в других дворах, нам помогут. Понятно?» «Угу», – кивнул он в ответ. Пока Лицеуды только начали ковылять к нам своей неестественной походкой, я уже добежал до забора. Дверь была открыта, получилось проскочить. Дыхание сбивалось, и ну я был готов убегать от опасности. Ведь лучше всего переживать двое солнца и попросту сбежав от него. Уже в сквере, немного оторвавшись от преследования, я опустил Сережу на землю и, взяв за руку, повёл рядом с собой. Нужно было поспешить и добраться до защищённого двора, пока нас не настигли. Сегодня судьба была на моей стороне. Даже пренебрегая некоторыми инструкциями, я смог... «Дядь Ром...» Раздался протяжный, неестественный голос сбоку. Я лишь успел повернуться, как чёрное безликое существо с одним лишь ртом набросилось на меня, начав рвать меня в клочья. Инструкции были нарушены. В Многодворье действительно нельзя доверять никому. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok